Микс Ньюс Сегодня вот мы поговорим о политике, поговорим о том, как дипломатическими средствами добиваться целей, поскольку с нами сегодня на прямой связи по скайпу посол Латвии в России Марис Рехстенч. Здравствуйте, доброе утро, господин Рехстенч. Доброе утро. Вот если мы заговорили, действительно так вот совпало в календаре, что был подписан этот пакт Бериана Келлога об отказе войны как средство ведения дипломатии. Вот как вы считаете, насколько сейчас все-таки вот эти подписанные документы, поскольку мы знаем, что через 10 лет состоялся Мюнхенский сговор, через 11 лет пакт Молотова-Риббентропа делили Европу и ничего не помогло, Вторая мировая война все равно случилась. Вот, скажем, усилия дипломатов, усилия каких-то вот политических деятелей, они сейчас в состоянии, значит ли слово вот их что-то, что может предотвратить какие-то страшные события? Вы знаете, есть такая поговорка, что когда дипломаты уже не могут работать, тогда начинают работать пушки. Конечно, ситуация в мире сегодня по сравнению с той ситуацией, которая была перед Второй мировой войной, она, конечно, отличается. Она отличается и в том смысле, что за этот промежуток мы пережили мир, пережил не только ужасные катастрофы в виде мировой войны с ужасными жертвами, но и переобразование международной системы права, в том числе создание ряда организаций, которые в первую очередь это объединенные нации. Одна из первых задач этой организации это как раз сохранение мира на земном шаре, как главная, в принципе, задача Совета безопасности объединенных наций. Созданный ряд организаций тут в Европе, начиная с Европейским Союзом, с Европейским Альянсом, где с европейцами вместе работают американцы и канадцы, которые, в принципе, если посмотреть на послевоенный период в Европе, нам удалось, европейцам удалось прожить довольно мирно, в том смысле, что больших военных конфликтов на европейском континенте не было. Конечно, была война на территории бывшей Югославии, были другие региональные конфликты, но такого глобального характера конфликта не было. Я думаю, что это в большом смысле как раз заслуга политической деятельности, дипломатической деятельности. Конечно, есть поговорка, что порох нужно держать сухим, и в том смысле я уже упомянул организацию НАТО, членом которой является Латвия. Одной из важных политиков этой организации является политика воздерживания, то есть создания таких оборонительных сил, таких эффективных и сильных оборонительных сил, чтобы никому изнаружи, ну даже уму такая идея не пришла, постигнуть на территории и на суверенитет этих государств. Так что механизмы другие сегодня, я думаю, что более-менее они справились с той задачей, чтобы нам удалось избежать, ну таких, как я уже сказал, глобальных конфликтов. Этот год был особенным, поскольку исполнилось 100 лет заключения мирного договора Латвии и России. Опять-таки, вот говоря о итогах, о том, что этот договор, скажем, все-таки не спас суверенитет Латвии, и как сегодня относятся к этому документу в Латвии и, может быть, в России? Есть ли какая-то разница трактовок этого документа, его значения? Я думаю, что разница трактовки этого документа, несомненно, имеется между Ригой и Москвой. Для нас этот документ имеет не только юридическое значение, историческое значение, значение в том смысле, что, в принципе, этот договор, заключение этого договора в своё время очень сильно повлияло на процесс международного признания недавно, тогда недавно созданных балтийских стран. Этот договор, как мы все знаем, в то время очень чётко дал нам ориентировку насчёт государственной границы, рубежа между нашими странами. Для дипломатов, я думаю, этот договор тем более важен или интересен в том смысле, что после заключения договора буквально в течение нескольких месяцев обе страны направили свои дипломатические представители друг к другу. То есть это сто лет не только заключения этого документа, но это и сто лет со дня, когда между Ригой и Москвой впервые в истории были организованы и сформированы дипломатические отношения. В России на этот документ смотрят больше с точки зрения исторической важности, что действительно такой документ в то время был подписан, но юридически в Москве считают, что поскольку в 1940 году, по их мнению, балтийские страны вступили в Советский Союз, по нашему усмотрению, как все, конечно, знают, мы считаем, что это была оккупация, это был ввод поиска другого государства под угрозой, под ультиматумом. Значит, в Москве поэтому считают, что этот договор, в принципе, потерял своё юридическое значение. Так что, я думаю, это не единственный элемент в истории, где взгляды на исторические события в России и в балтийских странах, не только в балтийских странах. То, что касается оккупации балтийских государств, я думаю, что в тех позициях, в которых находимся мы, в принципе, находятся все наши союзники в системе Европейского Союза и то же самое НАТО, и не только, и за пределами, и другие государства события 40-го года трактуют с тех позиций, как мы на эти события смотрим. Но, конечно, разногласия в трактовке этих исторических событий, они, конечно, оставляют некоторый оттенок на отношения сегодня. Нам, и мы об этом говорим очень открыто, нам кажется, что, конечно, одна из первых задач дипломатии – это выстраивание таких добрососедских отношений, которые базируются на взаимопонимании. Это такая, знаете, азбука дипломатии. И взаимопонимание, которое важно для взаимоотношений, один из элементов очень важных для достижения этого взаимопонимания – это как раз то, как стороны смотрят на исторические события, как стороны понимают или не понимают, как другой партнёр через какой исторический процесс он прошёл. И, конечно, вот в 1940 год и потом последующие депортации и послевоенные депортации, я всегда тут и в России выступаю в разных аудиториях, и с студентами, или в том же самом Раде, я всегда стараюсь как-то подчёркивать, что для Латвии эти события не являются, знаете, таким теоретическим каким-то вопросом, который вы можете один листок прочитать в учебнике по истории. Но поскольку, в принципе, почти каждая семья в другом или одном уровне касалась, то есть или члены этой семьи были депортированы или уехали за границу, спасаясь от пословоенной оккупации. То есть каждая семья имеет свою историю. И поэтому это не теоретический вопрос, это вопрос, который живёт с каждым из нас, который проживает в Балтийских государствах. Иной раз я тоже стараюсь привести пример, как это повлияло на членов дипломатической службы, перед войной, то есть с 20-го года по 40-й год в России или Советском Союзе в целом работало семь наших дипломатических представителей, которые возглавляли нашу миссию. Дипломатов было больше, но руководителей миссии было семь. Но вот этот, как я его называю, жуткая статистика или баланс, он гласит о том, что после событий 40-го года, после оккупации в Латвии, трое из этих послов были расстреляны, а двое из них умерли в заключении, то есть в тюрьме или в лагере. И только двоим из них, которые как раз в те дни, 40-го года, когда началась оккупация в Латвийской республике, они по долгу службы находились за пределами, за границей Латвии, им удалось избежать такой жуткой судьбы. Так что баланс очень-то жуткий. Пять из семи послов они потеряли жизнь. Так что это то, что мы помним, и мы ожидаем, что другие государства, в том числе и Россия, стараются понять вот эти политические страницы. Так же, как, я думаю, для нас, или для россиян, для них важно, чтобы мир осознал те жертвы, которые принесли россияне во время войны. Поэтому вот все эти празднования 75-летия окончания Второй мировой войны, они имеют такой очень большой вес в сегодняшней политической жизни России, потому что им это важно. И они ожидают, что и другие будут понимать, почему для них это важно. Ну и для нас в своём образе тоже важно, чтобы другие понимали, что для нас в историческом смысле важно. Вот это пару слов о взаимопонимании. Вот как раз вы упомянули интервью, и наши коллеги, как раз таки, поскольку Радиоболтком очень тесно сотрудничает с Эхо Москвы, буквально недавно вы были в студии Сергея Бунхмана, который, кстати, открывал Радиоболтком, приезжал сюда на открытие. И у меня такой вопрос. Вот вы рассказываете действительно эти факты россиянам. Вот что больше всего для них является неожиданностью? В каких вопросах, например, исторических вы чувствуете, что нужно давать объяснение вот каких-то вот этих тёмных пятен или не трактуемых очень особо российской стороной? Ну, знаете, я затрудняюсь дать какой-то один, скажем, один проблематический вопрос или один рецепт к этому. Я только могу, ну, какие-то наблюдения, которые базируются на опросе общественного мнения России. Я понимаю, что в целом историческая память в российском обществе, то, что касается как раз вот те годы сталинское время, репрессии, вот тот самый центр Левады, который делает довольно объективные опросы общественного мнения, показывает, что знание общества в целом касательно тех событий, вот репрессий политических, он снижается. Конечно, есть в России некоторые институции, которые активно занимаются в этой сфере. Например, в Москве есть музей ГУЛАГа, тот же самый организации Международный Мемориал, который накапливает информацию, документы насчет политических репрессий. Они стараются, конечно, вести эту работу, но или из-за того, что время уходит, поколение уходит, какие-то другие вопросы людям кажутся более актуальны. Историческая память насчет этих событий, она как-то тоже снижается. и для нас, конечно, это все-таки важно об этих вопросах говорить, потому что, как я уже сказал, отношения между нашими государствами, в этих отношениях мы, конечно, вот эти исторические элементы избежать не можем. Некоторые проблемы, которые мы сегодня по-прежнему чувствуем в наших отношениях, они исходят из истории. Поэтому эту объяснительную работу, разъяснительную работу необходимо продолжать. Я думаю, что в России, опять мое наблюдение, находясь тут, одна из таких проблематических тем, это как раз вот в контексте победы во Второй мировой войне, где, конечно, Советский Союз или армия, Советский Союз имеют огромные подвиги и жертвы принесли миллионы и миллионы павших солдат. Это очень важно для России сегодня, показать, что вот мы выиграли войну, понеся очень большие жертвы. В то же самое время, вот исторически, опять смотря, вот пару лет до до наступления Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года, ну, архивные материалы показывают, что сталинский режим, сталинский Советский Союз очень тесно сотрудничал с Гитлером. И, конечно, вот эти пару лет, ну, в России очень многие хотели бы, чтобы таких не было исторических фактов, стараются как-то их обойти. Это не только пакт Риббентра по мосту, по которому тоже динамика политической дискуссии в России нас немножко удивляет, потому что нам все время казалось, что этот пакт, особенно секретный протокол, по которому оба диктатора или оба руководителя Германии и Советского Союза разделили интересы на европейском континенте. Это как раз секретный протокол, который является преступным, потому что он идет вопреки интересам третьих государств. Все время после войны в Советском Союзе существование этого секретного протокола было... Отрицалось. Отрицалось. Потом уже после того, как пришел к власти Горбачев, перестройка, огласность, была создана специальная комиссия под руководством Александра Яковлева, которая очень кратливо изучала этот вопрос, и они сделали доклад тогда еще второму съезду депутатов Советского Союза в декабре 1989 года, и они этот доклад сделали, и этот съезд принял решение, которое осудил заключение этого секретного протокола. Как раз из-за тех соображений, о которых я говорил, это протокол, документ, который идет в разрез интересов третьих суверенных государств. И нам казалось, что все, анализ сделан, оценка сделана, перевернули страницу, идем, как говорится, вперед. Но тут мы видим, что как раз буквально за последние пару лет появились взгляды, я не буду сейчас приводить примеры, кто конкретно, но это Дзюков, там известные фамилии. высокого политического калибра, которые начали давать другую оценку, что, мол, вот этот договор, он или был в принципе как-то не было исхода другого для, выхода другого для Советского Союза, как только заключить это. Другие говорят, что вообще это блестящий дипломатический маневр и так далее, и так далее. И нам, конечно, мы с удивлением это восприняли, потому что, ну как это так, вдруг поменяли этот взгляд. Но помимо этого факта Риббентропа-Молтала есть еще другой договор того же самого 1939 года, юбилей, который опять придет буквально через месяц, это сентябрь, 28 сентября 1939 года, когда между нацистской Германии с ССССР был заключен договор о рубеже и дружбе. И как-то я специально хочу подчеркнуть слово дружба. Ну, я не знаю, кто мог, как говорится, приказать Сталину что-то такое подписать, он, наверное, сам решил, что это хорошая формировка. Так что вот это время, конечно, не является таким позитивным периодом в России, потому что они дружили с нацистской Германией, которая потом напала на Советский 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 Советский. Но вот вы как раз в интервью с Сергеем Мутманом упоминали о том, что доступ к архивам осложнен именно с российской стороны. Какие документы хотели бы, может быть, видеть латвийские историки, которые до сих пор еще не опубликованы или скрываются в этих архивах? Вы знаете, мне, конечно, трудно говорить за наших историков, но я, например, читал в публикациях даже русских, российских историков, которые изучали период как раз конец 30-х годов, начало 40-х, приближений войны. Есть историки, которые считают, что решения на высшем политическом уровне Советского Союза о начале Балтийской так называемой операции были приняты в июне, по-моему, если не ошибаюсь, 8 июня 40-го года. это мнение базируется на календарь тех, то есть люди, которые приходили к Сталину на аудиенцию, есть журнал посещений, журнал или дневник посетителей, и вот как раз вечер 8-го июня было совещание у Сталина, где участвовали не только обычные политические его соратники, там, Жданов и Молотов, другие, но и, в принципе, вся верхушка военного руководства. и как раз следующим утром поступил потом приказ, совершенно секретный приказ военным начальникам и в нашем регионе о необходимости подготовить все для блокировки балтийских портов, ареста наших суднов и так далее, и так далее. то есть это даже российские истории, которые говорят, ну, наверное, вот это то совещание, где было принято решение. Ну, как пример, конечно, было бы интересно посмотреть записи, протоколы, если такие велись, кто что говорил, как было принято решение и так далее. Ну, и то, что, интересно и то, что, наверное, многие в Латвии заметили, что в этом году в рамках этих празднований 75-летия победы в войне в России и президент Путин сам лично опубликовал статью насчет исторических событий того времени и, в принципе, первый раз на вот этом уровне, на уровне президента нашего соседнего государства указано, что процесс инкорпорации и их сам термин инкорпорации в стран в Советский Союз он был начат уже осенью 1939 года. Это новый такой нюанс. Раньше со стороны российских политиков мы такой формулировки не читали, не видели. Правда, следующим абзацом президент Путин говорит о том, что вступление балтийских государств было на базе договорной базы. Ну, тут наши взгляды, конечно, отличаются, потому что, как мы знаем, 16 июня, ну, например, в случае Латвии, посол Коценич был приглашен у Молотова, ему был вручен ультиматум, что необходимо менять недружественное правительство Латвии, что нужно пускать неограниченный контингент Красной Армии. В Латвии тогда возражений не выставило. Ну, кто-то может сказать, что это согласие и договорная база, но по такой же аналогии Мюнхенский договор тоже Чехословакия согласилась с этими условиями. Так что, ну, если в одной ситуации это нарушение международного права и аналогическое ненарушение международного права, то немножко не сходится по нашему усмотрению. Ну, вот как вам кажется, вот президент Путин употребляет слово инкорпорация, вы употребляете слово оккупация, кто-то скажет, что это может быть просто какая-то незначительная разница в терминологии, вот что принципиально, скажем, с позиции Латвии, именно на настаивании на своем термине. Знаете, я думаю, что сегодня вот диалоги или вот по этому вопросу между Латвией и Россией мы, скажем так, не дошли до того момента, чтобы спорить о юридической формулировке. Я думаю, что мы еще находимся в той ситуации, когда у нас расходится взгляд по принципиальному вопросу, были ли те события 40-го года с юридической точки зрения правомерные или нарушение права. Я думаю, когда мы это пройдем, тогда уже там дальнейшая дискуссия о том, что вот оккупация, аннексия, инкорпорация, я думаю, это следующий шаг. Сегодняшний, как говорится, момент, где мы оставляемся в нашей дискуссии с российскими коллегами, это как раз вот оценка политической, было это или правомерно или неправомерно. Когда мы это пройдем, тогда уже будем смотреть дальше. Ну что же, господин Дрекстрич, у нас хотелось бы перейти уже к сегодняшним событиям. А это здорово, потому что о том, что является заложником истории, тоже нехорошо. В одном из интервью вы говорили, что по вашему мнению базируется на трех Т отношения Латвии и России, торговля, транспорт и туризм. Вот как сегодня обстоят дела, учитывая сложности с международной обстановкой, я имею в виду COVID-19, насколько развивается торговля, товарооборот между нашими странами, ну и туризм также. Да, ну, конечно, COVID-19, он, как говорится, дал определенную поправку. скажем так, до COVID-19 мы наблюдали очень такой устойчивый рост по всем этим тремя Т. В торговле это был ежегодный рост как по импорту, так по экспорту, как и товаров, так и услуг. Правда, в 2019 году сам темп роста, он немножко стал меньше, но все равно это был прирост, и мы вышли к концу 2019 года по объему двухсторонней торговли за тремя миллиардами евро, что, по-моему, очень солидный объем. По транспорту я бы сказал, что определенные сферы транспорта очень тесно развивались, это автотранспорт перевозки, это воздушный транспорт, кстати, очень успешно развивался, и, если не ошибаюсь, AirBaltic за 2019 год регистрировал прирост пассажиров в направлении Латвии и Россия на 19% рост в годовом разрезе. Они смотрели на открытие новых соединений, то есть, как мы знаем, они несколько раз за день летели в Москву, Петербург, были летние сообщения с Калининградом, с Сочи, с Казани, смотрели на возможность, может быть, к Калининграду перейти на круглогодичные сообщения и хотели, в принципе, с 1 или со 2 апреля открыть соединение с Екатеринбургом, то есть, AirBaltic рассматривал это направление как очень перспективное, потому что количество пассажиров, оно постоянно наросло. То же самое насчет туристов. Каждый год мы фиксировали прирост российских туристов, которые приезжали в Латвию, где-то в области 7-8-9% за год. И для меня это, как послать, тоже важно не только в том смысле, что это хорошо, что турист приезжает, там оставляет деньги, латвийскую экономику, но и тот сам факт, что человек приезжает к нам в гости, особенно, если это он делает первый раз, он получает свое непосредственное впечатление о том, кто мы такие, как мы живем, какая архитектура, какая у нас кухня, какая культура, какая природа и так далее, и так далее. Я думаю, это гораздо важнее, то, что человек видит сам, это гораздо важнее, нежели то, что он видит иной раз через телевизионный экран. Как я уже сказал, ковид дал поправку по туризму, конечно, с марта месяца мы, в принципе, пошли на ноль, то есть между Россией и Латвией, поскольку граница, в принципе, закрыта для основных категорий туристов, путешественников, хотя еще январь, февраль мы наблюдали рост количества туристов по сравнению с 2019 годом. По торговле, должен сказать, хотя у меня только данные на первые 6 месяцев этого года, по экспорту снижения статистика показывает в области 2%, что, опять, по моему усмотрению, не много, я как-то ожидал, что будет более серьезный спад, но статистика это не показывает. по импорту это 16%, то есть россияне нам продавали меньше на 16% товаров. По транспорту, ну, опять, воздушный транспорт, конечно, сегодня, в принципе, воздушного сообщения между Латвией и Россией нету. То, что касается надземных перевозок по автотранспорту, понимаю, что все идет вперед, по железной дороге там есть спад. Но, опять, чтобы сделать какие-то выводы, очевидно, нам все-таки нужно прожить этот год и посмотреть в разрезе годовом, потому что есть люди, которые, или эксперты, которые говорят, что, знаете, то, что у нас экспорт упал только на 2%, это еще не означает, потому что это предыдущие договора и так далее, будем смотреть уже в целом за 2020 год. Но на данный момент, ну, скажем так, спад экономической активности не такой, выглядит не таким драматичным, как это казалось, может быть, когда мы об этом говорили где-то в марте или в апреле месяце. Скажите, пожалуйста, как сейчас попасть, например, тем, кто едет или собирался в деловые какие-то командировки или хотел все-таки там встретиться с родными в Россию, из России в Латвию, вот работают ли вот эти визовые отделы или сейчас это... У нас работают визовые... Видите, во-первых, граница, в принципе, скажем так, закрыта с обоих сторон. Это не только что Латвия или не только что вот со стороны Европейского Союза, закрыта Европейского Союза граница третьим странам, но это и российская граница закрыта. Но есть определенные категории, которые могут пересечь эту границу. Это не только, скажем так, дипломаты или там официальные делегации, это определенные группы, как, например, моряки, которые едут сменять экипажи, это те же самые автоперевозчики. Я понимаю, что буквально пару недель тому назад кабинет министров принял специальное правило или процедуру, по каким спортсмены могут приехать к нам для участия в международных соревнованиях. Мы выдаем визы для тех людей, которые имеют необходимость приехать в Латвию по гуманитарным соображениям. Это или посещение своих родственников, которые, скажем так, болеют, или там на похороны, не дай бог, если надо ехать. По таким исключительным причинам мы выдаем визу. Конечно, сам путь, чтобы попасть из России к нам или из Латвии в Россию на данный момент только это наземный транспорт, частный транспорт, авиасообщений, как мы знаем, нету. Ну и, конечно, вот эти 14 дней самоизоляции, они имеют место. Так что мы довольно много звонков принимаем каждый день тут в посольстве, наша консульская служба, стараемся вникнуть в каждый конкретный случай, потому что ситуация очень разная и документы, по которым люди желают ехать, очень разные. Это и временное видное жительство, или постоянное видное жительство. Это семьи, где один является гражданином Латвии, а другой гражданином Российской Федерации. Поэтому я тут в студии довольно, наверное, такой общий рецепт давать не буду, поскольку действительно каждый отдельный случай может отличаться от другого. Поэтому те люди, которые к нам едут или желают ехать к нам, мы им стараемся каждому лично консультировать. Иной раз даже мы рекомендуем напрямую связаться с пограничными службами, как России, так и Латвии, чтобы не было там сюрпризов на границе. Поскольку и с российской стороны, как я уже сказал, граница закрыта, кроме некоторых исключений. Ну и чтобы там разобраться, надо вникнуть каждый отдельный случай. Вот в начале разговора мы с вами уже упомянули НАТО и известно, что сейчас Соединенные Штаты переводят часть контингента из Германии в Польшу и в принципе Литва, Латвия, Эстония тоже высказывали такое желание принять больше контингентов. Сейчас, насколько я знаю, по-моему, 1200 находятся военнослужащих НАТО на территории Латвии. Вот как вы оцениваете реакцию России, насколько она относится, не приведет ли это к какому-то обострению, опять-таки, охлаждению отношений, желания, чтобы все-таки увеличить контингент НАТО в Латвии? Знаете, я бы сказал так, что те люди, которые занимаются профессиональной политикой безопасности, оборонительными вопросами, они, конечно, очень хорошо понимают, что этот ограниченный контингент государств НАТО, который на данный момент находится в странах Балтии, он никакой угрозы военного характера интересам России не создает, поскольку, если посмотреть контингент российских войск за границей, то есть у наших границ, он, конечно, по количественному составу он гораздо больше. но политика тут играет свою роль и, конечно, на политическом уровне мы видим, что всегда любое действие со стороны НАТО интерпретируется в Москве как недружественный шаг, который тут кардинально якобы меняет ситуацию безопасности в нашем регионе. так что это будет решение тут в Москве как они придумают каким образом реагировать. Я прогнозирую, что любой новый какой-то проект или повышение количественного состава этого контингента он очевидно более вероятно вызовет какую-то негативную реакцию. Но опять с нашей стороны я думаю то, что НАТО всегда старалась своей политике придерживаться это политика открытости прозрачности или транспаренции то, что НАТО в своем сленге употребляется. То есть мы о всем том, что мы делаем мы говорим открыто. Мы говорим открыто о своих военных учениях. Эти военные учения, которые проводятся на территории НАТО о них всех знают уже заранее. мы приглашаем наблюдателей рассказываем о том какие цели ставятся перед каждым конкретным учением. То есть стараемся со своей стороны сделать все чтобы другим не было каких-то сюрпризов. И мы всегда старались призывать и российскую страну чтобы когда они проводят свои учения и конечно любое государство вправе проводить учения для своих оборонительных сил чтобы они тоже нас информировали заранее и проводили такой же самый уровень прозрачности. Увы, не всегда мы это видим. Россияне для них очень популярно организации то что называется снап эксерсайзис или учения которые не объявлены заранее ну тогда объяснение когда мы стараемся со стороны НАТО спрашивать ну как же так почему вы нас не информировали объяснение иного раз такого рода что ну а как ну это как раз чтобы никто не знал и чтобы мы могли проверить готовы ли наши военные буквально за там пару часов мобилизировать свои силы но все равно я думаю что уровень прозрачности это то что на данный момент не хватает со стороны наших российских партнеров и то что мы ожидали бы на уровень выше ну что же к сожалению вот время нашей беседы подошло к концу я говорю большое спасибо сегодня посол Латвии в России Марис Рекстенч был с нами на связи очень надеемся продолжить разговор может быть в будущем спасибо вам до свидания всего доброго до свидания спасибо